Фейсбук, интернет будущего и рынок микроэлектроники в России. Далее о том, чем порадовала новостная лента за последнее время. Корпорацию Facebook, владеющую одноименной соцсетью и рядом не менее популярных веб-сервисов, обвинили в эксплуатации ненависти в качестве инструмента заработка денег. Такое заявление сделала бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген в интервью телеканалу CBS. Запись разговора Хауген с журналистами опубликована на сайте телеканала 4 октября 2021 года. С ее слов она устроилась в Facebook на должность менеджера в 2019 году и сразу же начала тайно копировать десятки тысяч страниц внутренних документов компании, в которых были доказательства намеренного стравливания компании и своих пользователей ради извлечения из этого прибыли. Фрэнсис Хауген прямым текстом заявила, что Facebook нередко использует алгоритмы своих соцсетей для разжигания ненависти. Она заявила, что когда перед компанией вставал выбор между пользой для общества и пользой для своих счетов, она всегда выбирала второй вариант. Внутренние документы Facebook, которые украла и распространила Хауген, послужили основой для целого ряда разоблачительных статей в американской прессе. Одна из них, опубликованная авторитетным изданием The Wall Street Journal, гласит, что специалисты компании трудились над различными идеями по вовлечению в социальные сети. Несовершеннолетних пользователей интернета. Иными словами, Facebook хотела увеличить число детей, пользующихся ее сервисами. Отдельно The Wall Street Journal прошлось по так называемым «богам» соцсети Марка Цукерберга. Издание сообщило, что в Facebook есть недоступные общественности список известных и популярных пользователей, которые не подлежат автоматической блокировке за нарушение правил сети. В списке фигурируют спортсмены, политики, крупные блогеры и многие другие. Посты людей из этого белого списка не проверяются обычными алгоритмами. Их публикации изучаются вручную силами сотрудников социальной сети. И именно они в итоге принимают решение о судьбе поста. Такая проверка требует больших затрат времени и в итоге явно нарушающие правила посты людей из особого списка подолгу остаются доступными широким массам. Internet Archive при помощи нового сервиса WayForward Machine показал, как будет выглядеть интернет в 2046 году. Все захлестнут многочисленные ограничения, приватность станет лишь воспоминанием, а желание посетить тот или иной сайт окажется самым настоящим ментальным преступлением. По мнению авторов WayForward Machine, интернет будущего станет похож на интернет 15-летней давности, когда блокировщиков спама еще толком не существовало, а сайты кишили анимированными изображениями и мельтышащей рекламой. Интернет может вернуться к такому, только вместо всплывающей рекламы будут всплывающие предупреждения о нарушении закона при посещении сайта, требования загрузить или сдать биометрию и документы для подтверждения личности, а также сообщения о блокировке сайта за многочисленные противоправные действия. Популярные ресурсы будут запрашивать огромные деньги за пользование ими, и некоторые востребованные в настоящее время сайты попросту изживут себя и перестанут работать. Авторы проекта опубликовали прогнозы изменений в обществе и интернете, которые приведут к полной подконтрольности мировой паутины для жителей всех стран. Перечень состоит из десятка пунктов и далеко не факт, что прогнозы сбудутся только при выполнении каждого из них. Правительство проанализировало ситуацию с кадрами на российском рынке микроэлектроники. Крупные производители страдают от дефицита квалифицированных сотрудников и активно переманивают главных специалистов у конкурентов. Этот процесс тормозит реализацию крупных проектов, а правительство считает, что можно решить проблему с помощью договоренности об отказе от перекупки сотрудников. По данным ЦНИ «Электроника», 54% российских компаний в радиоэлектронике испытывают кадровый голод, при этом средний возраст специалистов составляет 45 лет. Чтобы удовлетворить спрос российских предприятий, считает Минпромторг, необходимо ежегодно выпускать 10 тысяч специалистов до 2030 года. Кадровый голод вынуждает отечественная компания также переманивать сотрудников из-за границы. В сентябре 2021 года CNews сообщал о том, что WebRF через свою дочку при поддержке Минпромторга нанял несколько десятков специалистов с UMC, тайваньского производителя полупроводников третьего в мире по объему производства с долей рынка 8,5%. С тайваньскими специалистами заключают долгосрочные контракты на 5 или 10 лет. Предполагается, что им будет предъявлена льготная ипотека на жилье, конкурентная зарплата, полный соцпакет, а также организован перевозок семей в Россию. Федеральный бюджет в период с 2021 по 2024 год составит 44,27 миллиарда рублей. Деньги пойдут на создание и развитие межведомственных цифровых платформ и систем для деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внеобюджетных фондов, государственных академий наук и государственных учреждений, функционирующих на основе единых облачных решений и инфраструктуры. В частности, речь идет о платформе «Гостех». Достижение соответствующего результата включено в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Представители Минцифры заявили, что до утверждения бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 года комментировать финансирование мероприятий было бы преждевременно. Идея создания платформы «Гостех» принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу. В разработке соответствующей концепции принимали участие также Минцифры и Аналитический центр при правительстве. Эксперимент по созданию и развитию государственных инновационных систем и компонентов на базе единой цифровой платформы «Гостех» продлится с 1 ноября 2020 по 31 мая 2022 года. Участником эксперимента являются Минцифры, Минспорт, Росреестр, Росимущество, Ростуризм, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Аналитический центр при правительстве. Редактор субтитров А.Семкин